Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корнея Чайковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием. Даже где-то я поучаствовал как соавтор Эриха Распе и Корнея Чайковского. Дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей. «Мюнхгаузен жил», «Мюнхгаузен жив», «Мюнхгаузен будет жить». Так вот, первую часть биографическую написал я. Без ложной скромности, конечно, примазывал свое имя к великим писателям. Но, тем не менее, так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит под заголовок «Пособие для начинающих баронов» в трех частях. Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями. прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. История «Меткий выстрел». Опять Мюнхгаузен попадает на войну, но уже на другую. В Италии я зажил богачом, но спокойная мирная жизнь была не по мне. Я жаждал новых приключений и подвигов, поэтому я очень обрадовался, когда услышал, что недалеко от Италии разразилась новая война. Англичане воевали с испанцами. Ни минуты, ни медленно вскочил я на коня и помчался на поле сражения. Испанцы осаждали тогда английскую крепость. Гибралтар. Я тотчас же пробрался к осажденным. Генерал, командовавший крепостью, был мой хороший приятель. Он принял меня с распростертыми объятиями и стал показывать мне воздвигнутые им укрепления, так как он знал, что я могу дать ему дельный и полезный совет. Стоя на стене Гибралтара, я увидел сквозь подзорную трубу, что испанцы направляют дуло своей пушки как раз на то место, где стояли мы оба. Ни минуты, ни медленно я приказал, чтобы на это самое место была поставлена огромная пушка. «Зачем?» – спросил генерал. «Вот увидишь!» – ответил я. «Чуть только пушку подкатили ко мне, я направил ее дуло прямо в дуло неприятельской пушки. И когда испанский пушкарь поднес своей пушке фитиль, я громко скомандовал «Пли!» Обе пушки грянули в один и тот же миг. Случилось то, чего я ожидал. В намеченной мною точке два ядра, наше и неприятельское столкнулись с ужасающей силой, и неприятельское ядро полетело назад. Представьте себе, оно полетело назад к испанцам. Оно оторвало головы испанскому пушкарю и шестнадцати испанским солдатам. Оно сбило мачты у трех кораблей, стоявших в испанской гавани, и понеслось прямо в Африку. Пролетев еще 214 миль, оно упало на крышу убогой крестьянской лачуги, где жила какая-то старуха. Старуха лежала на спине и спала, а рот у нее был открыт. Ядро продырявило крышу, угодило спящей прямо в рот. Выбило у нее последние зубы и застряло в горле. И туда, и не сюда. В лачугу вбежал ее муж, человек горячий и находчивый. Он засунул руку ей в горло и попытался вытащить оттуда ядро, но оно не сдвинулось с места. Тогда он поднес к ее носу хорошую понюшку табака. Она чихнула, да так хорошо, что ядро вылетело из окошка на улицу. Вот сколько бед причинило испанцам их собственное ядро, которое я послал к ним обратно. Наше ядро тоже не доставило им удовольствия. Оно попало в их военный корабль и пустило его ко дну. А на корабле было 200 испанских матросов. Так что англичане выиграли эту войну главным образом благодаря моей находчивости. «Спасибо тебе, милый Мюнхгаузен», сказал мне мой друг генерал, крепко пожимая мне руки. «Если бы не ты, мы пропали бы. Нашей блестящей победой мы обязаны только тебе». «Пустяки, пустяки», сказал я. «Я всегда готов служить своим приятелям». В благодарность за мою услугу английский генерал хотел произвести меня в полковнике, но я, как человек очень скромный, отклонил столь высокую честь. Продолжение следует...